Большое мероприятие, комплекс такой, который называется фестиваль традиционной казачьей культуры «Страна моя сторонушка». Он проходит уже в восьмой раз в этом году. Начали в 2006 году первый фестиваль прошел. И вот уже в восьмой раз собираются у нас казачьи коллективы. Ну, собираются не только казачьи, разные коллективы фольклорные, но основа как бы все равно казачья традиция, казачьи песни, казачьи... Вот сейчас он там шашечкой начинает уже махать. В этом году география как-то больше в западную сторону сместилась, чтобы у нас в этом году никто из Сибири не приехал. Есть коллектив из Подольска, Подмосковья, есть коллектив из Ставропольского края, юг России, так скажем, представлен. Есть Оренбургская область, ну вот, в общем-то, дальние, таким образом представлены дальние коллективы. Главная цель – это популяризация, так скажем, традиционной народной культуры. То есть то, что у нас уже, в общем-то, утеряно, а тем не менее, это человеку очень нужно, чтобы свою национальную какую-то идентификацию иметь, ему нужно знать свою национальную культуру. У нас, к сожалению, национальная культура, она нигде не в телевидении, нигде ее не видно, не слышно. И поэтому мы стараемся вот так вот какими-то, такими хотя бы единичными мероприятиями, какими-то в течение года работой какой-то, все-таки популяризовать, среди молодежи особенно. Так что своя национальная культура, она должна быть, она принадлежит человеку, так скажем, что он должен знать ее. Милый бросил, я забыла, а подошел, подошел, сердце замыло. Мы именно несем просветительскую деятельность через фольклор, через традицию именно России, чтобы помнили свою историю, знали свою страну. Шашка – это такое оружие, которое пришло на смену сабле для того, чтобы было удобнее биться. То есть 90% шашки – это поверхности, которые можно использовать в бою. Слышали? Вот, то есть таким образом. Нюанс вообще в владении шашкой, как я уже ребятам рассказывал, это умение наносить один единственный удар. То есть это в бою на тех скоростях, которые сражалась кавалерия, ну это практически 100 км в час, там просто, если ты пропустишь противника, он окажется у тебя за спиной, то считаешь, что ты уже погиб. Шашка – это такое оружие, которое было достаточно универсальным. Для ударов, там верхняя часть, которая одна треть шашки сверху, которая затачивалась, она использовалась для рубки. Там две трети, которые здесь были, они могли использоваться для того, чтобы там языка взять. То есть если ему там острую горло поставишь, то, скорее всего, он дернется и все. А если поставишь тупую, то так-то успеешь сделать, но он будет чувствовать, под контролем будет человек. Там, опять же, орлик, вот, например, на шашке. То есть некоторые модели, которые делают сейчас, у них вот этот орлик, он является небольшим, но на самом деле это очень важная часть шашки, потому что в рубке держится она вот только на этом месте. Потому что ручка у нее достаточно плоская, чтобы удобно в руке лежала. Если бы его не было, она бы просто улетала. Вот, это как раз та вещь, которая позволяла шашке не слетать во время боя. И вот этим орликом можно там, например, противника, если не хочешь рубить, точно так же ты берешь его снизу, подцепляешь этим делом. Он остается жив, но на кауте там. А отсутствие гарда не мешает? Отсутствие гарда на самом деле только помогает. Почему? Потому что шашка – это такое оружие, которое использовалось с обоих рук. То есть, например, если в кавалерийском старею ты летишь, видишь, у тебя один противник справа, ты понимаешь, что тебе просто из-за коня тебе неудобно будет его достать вот с этой стороны, поскольку надо еще как бы доскакать, чтобы не получилось, как у Мюнхгаузена, да, на половине коня отъехал. Шашка перехватывалась из руки в руку. То есть, вот, например, есть один из перехватов, шашка вот таким образом перелетает из руки в руку и наносится следующий удар. И, соответственно, если я вижу, что у меня противник с этой стороны, происходит то же самое. Шашка перелетает в эту руку, идет удар на этой стороне. Вот, поэтому гарда вот в этом плане, она бы очень мешала. В чем основная фишка, да, вот занятия именно гармония? Это связать левую и правую руку, чтобы получилось. А остальное там уже делаем, выучить ноты и все, больше там. Ну, у техники, у техники игры на гармошке, как бы, делать, центры делать, только что, точно. У нее звучание такое красивое, и, ну, как бы, играть саму интереснее для ней. А чем интереснее? Ну, как бы, обе руки заняты. В это время еще можно петь там что-нибудь, и, не знаю, как еще объяснить это это. Просто нравится. Ставропольские казачки пропоем сейчас для нас. А рожда наша станется, и стоим на бугорке. Все ребята там красивы, но чудо-на-чудо нет. Скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, всю жизнь, да, от предков у вас занятия хором, то есть, песнями, танцами? Да, вот здесь участницы, это наследники, да, они от бабушек, от дедушек унаследовали свои песни, и продолжают их петь, и передаем, мы их передаем детям. Все, вот что интересно, любят песню старинную. И мы находим, находим новые казачьи старинные песни. Ну как, не новые, но забытые песни. Мы по крупицам их собираем, ночью вспомнилось, звоню, Зинаида Петровна, как вот это она, другая, третья. Мы вспоминаем песни, уникальные старинные казачьи песни. Конечно, если бы они не отлаживались у нас где-то, то мы их не вспомнили, мы их пели. Вот я, допустим, первый руководитель в коллектива, пришла работать 19 лет и училась от бабушек. Хотя у меня родители мои пели, папа играл на гармошке, мама припевала. И я родилась и начала петь, наверное, раньше, чем ходить. И вот полюбила, и я от них эти песни, я заразилась. И я не училась. У меня вот, я не знаю, наверное, в крови вот это. Я люблю это. Пока живу, буду петь. Как вы считаете, подзабывают уже? Практически, да. Пока вот мы есть, наверное, есть песни.